Плодоносное дерево можно узнать по его цветам, а эффективность боевого искусства по его бойцам. Приветствую вас, седобородые креветки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на реального мастера кунг-фу школы пяти зверей, который решил испытать свое боевое искусство в самых жестких турнирах по ММА. Лучше синица в руках, чем собака за ягодицу. Именно так думают современные мастера кунг-фу, не показывая свое смертельное искусство. Но мы будем говорить о парне, который решил не верить фильмам про кунг-фу с летающими мастерами, а проверять свое кунг-фу в реальных боях и постоянно его совершенствовать. Джайсон де Лучше родился 24 июля 1969 года. Так как семьей у него не сложилось, его усыновил мастер кунг-фу, который и обучал будущую звезду стилю пяти зверей. Но слава святым чакрам не внушал пацану сказку про непобедимость и бессмертие, а наоборот, мотивировал драться в реальных боях, совершенствуя свои боевые навыки. Пацан подрос до 180 сантиметров и набрал 85 кило рабочей массы, после чего решил, что его время пришло. Желание, на которое не хватает денег, это мечта. Но если есть воля, мечта реализуется. Первый серьезный бой, после которого о нем услышали в бойцовских кругах, де Лучше провел неофициально, приехав на так называемый Грейси Челлендж, который устраивала семья Грейси, где каждый желающий мог сразиться с представителями Грейси. А в соперники Джейсону попался не кто-нибудь, а сам Хойс Грейси. Этот бой мы сейчас и посмотрим с оригинальными комментариями. Реализу agreed to establish seva posição и после отшивания егоな борьба до всего! Он повторно бросает его противника на рябе, зацепляет его гангфу-мэн. Он держит его в позиции. Продолжение следует... Поиск could easily apply a chokehold and finish the fight but he elected not to There are many variables when it comes to ground fighting Through a systematic step-by-step approach we have organized it into a science The opponent is obviously in good shape When Royce applies this choke with the legs around the neck of the Kung Fu expert he has absolute control Instead of finishing the fight he applies just enough pressure to prevent his opponent from getting away He can take his time and chooses where to hit The Kung Fu representative is totally helpless Not only is he running out of air but he cannot stop the blows It's a terrifying feeling После такой знатной зарубы Гресси запомнили пацана и предложили поучаствовать в турнирах UFC Но еще до этого он успел поездить по разным залам с легендарными бойцами того времени и там потренироваться заодно усовершенствовав свою технику когти тигра и зубы тюленя Легендами не рождаются а становятся благодаря поту и крови Многие фаны UFC знают Джейсона Делючию именно за то что он 12 ноября 1993 года провел самый первый бой в истории UFC против Трента Дженкинса и выиграл его на первой минуте удушением удава сзади Но уже 11 марта 1994 года на UFC 2 после победы над Скоттом Бейкером нокаутом Кунг Фу Кит встречается с тем самым Хойсом Гресси который поиздевался над ним в своем зале Делючия сразу бросается на Гресси но абсолютно непонятно зачем ведь даже самый жирный диванный боец знает что Гресси лучшие грэплеры в мире при том что сам Джейсон предпочитает ударку и как следствие бой сразу переходит в партер после недолгой возни Хойсу удается сделать рычаг локтя от которого Делючия сразу застучал но Джитсер сделал вид что не почувствовал сдачи противника а рефери слишком долго разбирался что происходит вследствие чего мастер кунг-фу получил травму локтя но не такую серьезную как всем показалось сразу сколько ужина врагу не отдавай а обедом он все равно с тобой делиться не будет еще одним знаменательным фактом в карьере Делючии было его противостояние с легендарным Басом Рутеном с которым они провели три боя правда все три Джейсон проиграл но тем не менее все равно принимал вызов и достойно сражался с самым жестким ударником того времени а мы посмотрим последний бой между ними который состоялся 25 июня 1996 года на Панкрейс 6 классный бой классные плюхи и классный финал а на фронт кип Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хоп и глаз свой выколоть, да? Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.